Стоп, Времурьбуни! Хватит нас доить! Мы против повышения цен на топливо. Сегодня водители из Гагаузии вышли на протест. Несмотря на то, что цена бензина и солярки в последнее время немного снизилась, эти цены все равно остаются одними из самих высоких в истории Молдовы. Цены на топливо влияют на все цены остальные. Нам сегодня предлагают европейское будущее, нам сегодня хотят пригласить большую европейскую семью. При этом у нас самые дорогие цены и у нас самая бедная страна в Европе. В цену топлива заложены и налоги. Если их отменить бензин и солярка, в Молдове будут намного дешевле, уверены протестующие. Такое просто терпеть уже невозможно. В других странах отменяют налоги, отменяют какие-то акцизы, а у нас наоборот. В цене на топливо есть еще и НДС. Его же можно отменять, чтобы народу стало легче. Но ничего такого не происходит. От того, что я пойду пешком, ничего не поменяется. Жизнь не подешевеет. Но есть люди, которые не могут добираться. Есть инвалиды, которые нуждаются в том, чтобы их транспортное средство довезло. Поэтому сегодня экономия – это не выход из ситуации. Выход из ситуации всего лишь один, чтобы наша власть одумалась и подумала, что она будет дальше делать для того, чтобы понизить цены на топливо, на газ и найти выход из ситуации. Он есть. Высокие цены на топливо вынуждают многих искать альтернативу. Часть водителей уже перешла на электротранспорт. Это выгодно. Пока что. Сколько не считал, но пока это выгодно. Хотя я не уверен, что это будет долго вот так. Электро. Потому что куча транспорта простаивает. Я супругу не могу с собой взять, потому что это одноместный. Без политиков и партийных флагов. С флагами Молдовы и Гагаузии более 30 машин проехало по главным улицам Гагаузской столицы. Участниками автопробега стали жители автономии и соседних районов, узнавших об акции и социальных сетей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok